Я не говорю уже за саму конструкцию моста, потому что она действительно себя, честно говоря, и там наверняка и усталость металла, там целый букет всего. Сейчас институт делает, наверное, анализ. Еще лет 8 назад я этим занимался, как бы, Киевдорпроект, по-моему, там фирма, мы его, этого моста делали обследование, реально уже тогда его состояние было ужасно. Что за 8 лет произошло, вы сами понимаете, но то, что на сегодняшний день у службы автомобильных дорог действительно недостаточное финансирование по ремонту покрытия данного моста, это 100%. Ну, мы, допустим, делали ранней весной те пробки, которые ты говоришь, вот выделяются определенные суммы и говорят, вот здесь, где их надзор выезжает, здесь, здесь и здесь. Где они на то время указали, ямочность устранена, но она разрастается с максимальной скоростью. Вот даже, допустим, мы тогда предлагали, давайте на 2 метра полосу возьмем на сам въезд мост. Тогда не было денег, сегодня с этой мелкой ямочностью она стала крупной. Вот и все, то есть тут надо полностью делать подъездные пути. Вам правильно, Виталий, объяснили, что на самом мосту вроде бы как нормально. А вот подъездные пути к мосту, бомба. Я согласен, но на то время, допустим, когда мы делали, вот показали, они есть эти карты. Есть. Нет, ну не говори, там не стоило, оно стоит, а дальше разбилось. А дальше разбилось. То есть на то время просто оно за счет эксплуатации эти деньги были, ну, и на него нужно выделять. То есть мое предложение или сейчас городской власти совместно и с областной властью, и с системой Украфтодора решить вопрос хотя бы о совместном финансировании. Раз, но вы же посмотрите, какие фуры ходят по этому мосту. Ну, не будем закрывать на это глаза. Фура идет, мост дрожит. Ты же сам едешь за фурой, тебя носит вслед за ней. Согласен. Ну, когда мост проектировался, тогда под что? Ну, максимальный вес там 28 тонн, по-моему, был, да, чем природянский власть. Но сегодня такие фуры, вот недавно в интернете читали, 201 тонна взвесилась. Читали? 201 тонна груза была на автомобиле. У меня вопрос. Если такая 201 тонна, как вы думаете, она могла пройти по нашему мосту? Могла. Просто, что ее общественность поймала, эту фуру. Ну, что-то не видно было, что она пройдет. Это, я говорю, танк Т-72-41. Сережа, давайте предложение. А что мои предложения? Мои предложения, вот то, что мы тогда говорили об ограничении, я говорю, хотя бы в норму привести. Хотя бы 38 тонн общей массы, хотя бы соблюдение законов. Давайте вернемся назад. Мы написали письма, то же самое. Так, почему здесь мы? Это же мы написали письма, но у нас проблема. Укртранспспек, полномочия Укртранспспеки устанавливает ваховый комплекс. Они говорят, да, мы готовы установить на въездах город. На балансе моста у кого? У нас. Кто отвечает за него? Вы же будете отвечать. Когда что-то случится, как в том пионерском лагере, нашли пионер-важатую, которой давят 3 года. Что Вы предлагаете? Я предлагаю, Витальевна, и вполне, что называется, со всей ответственностью, нацполицию, особо, допустим, касательно нагрузки на ОС, не нагрузка на ОС, вопрос, 10, вы сделаете до 40 тонн общей массы, общей. Нацполиция говорит, я не вижу, сколько там тонн. На кладную, они не имеют права проверять, это полномочия Укртранспспеки. Понимаете? Они друг на друга. Мы неоднократно уже собирались по этим августам. Укртранспспеки. Ну, со стороны безопасности, я не знаю где, я не знаю где, на голове, на лбу укртранспспеки. Швеция строит дорогу, которая автоматически заряжает электромобили на ходу. А мы не можем сделать электронную систему. Нет, я в данном случае, Вы понимаете, как бы я эти дороги там, допустим, не строил бы, но если такая махина пройдет по этим дорогам, она выдавит все. И потом будут вылезать. То есть, моя точка зрения, еще раз вернуться до 40, сколько там, 40, 41 тонн, все, больше табу. Наши предложения, я бы предложил, срочно, на коммунальной комиссии, звезды не до мэра, кто там, в управлении ЖКХ, пожалуйста, дайте на сессии, городской средней сессии, дайте определение, как мы будем жить дальше с этим августом. Что мы будем делать? Потому что... Ну и еще, я добавлю, извините, я добавлю, что без ремонта, но покрытие бесполезно. Вот снова отремонтируем покрытие. Давайте не будем ремонтировать. Давайте начнем. Нет, покрытие принести поточным. Для того, чтобы изготовить проектно-смертную документацию, необходимо 6 месяцев. Вот мы заключили договор, вот на днях, неделю назад, после того, отменяли, проходили, а темно-польный вмешивался, не согласен был с результатами торгового. Заключили. Это понятно. Смотрите, 6 месяцев. После 6-7 месяцев мы будем просить, у нас больше денег нету. Мы будем просить, чтобы выделили деньги. Денег нет. Исааков. Смотрите, у нас вопрос звучит, кроме...